Здравствуйте! В эфире новости в студии Василия Радченко. Увеличение энергетического потенциала на Дальнем Востоке. Росгитро проводит программу модернизации региона. Помочь многодетным семьям в подведении инфраструктуры к земельным участкам. Этот вопрос обсудили депутаты Илтумен. 2018 год профсоюзной мотивации. Федерация профсоюзов Якутии усилит работу в поддержке работников частных компаний. В Мирном городские службы продолжат устранять последствия разлива воды. Подобные работы на этом месте возле улицы Логовая проводят ежегодно. По словам администрации города, каждый год к весне здесь потекает вода и образуется озеро. Однако в этом году воды гораздо больше. Ситуация осложняет то, что перемерзла дренажная труба. Напомним, накануне оттайка грунтовых вод привела к разливу ручья безымянный на улице Логовая, которая находится в 600-700 метрах от Рудника Мир. По словам жителей, два года назад подобное уже случалось в этом районе. Сотрудники экологического контроля взяли пробу воды на экспертизу. Вчера по факту выхода воды на проезжую часть, государственные инспекторы Мирненского комитета охраны природы выезжали на место. Произведен осмотр территории и отобраны пробы воды. В настоящее время пробы воды проводятся химические анализы. Оперативная информация была направлена в адрес управления Росприроднадзора по республике Саха и Якутия, Ростехнадзора Ленского управления. И направлены запросы в Мирненский район в администрации, город Мирный и Акалроса. Причиной пожара в 12-квартирном жилом доме Тампонского района Якутии стал поджог. Возбуждено уголовное дело. Напомним, 12 января этого года в селе Тополине случился пожар в жилом доме, после которого остались без крова 40 человек и 12 семей. В настоящее время граждане проживают у родственников. Их расселение в маневренный жилой фонд и дальнейшее восстановление жилищных прав находится на контроле прокуратуры района. Росгидро завершает разработку программы модернизации мощностей на Дальнем Востоке. Программа модернизации предусматривает обновление устаревших тепловых электростанций общей мощностью около 1,3 гигаватт. Также подготовлены предложения по внедрению механизмов, гарантирующих возврат инвестиций в объекты электро- и теплогенерации на Дальний Восток. Напомню, развитие энергетики Дальнего Востока стало одной из главных тем разговора президента России Владимира Путина с руководителем компании Росгидро Николаем Шульгиным. Глава государства отметил, что для региона необходима отдельная программа модернизации мощностей, согласованная со всеми заинтересованными ведомственными. Но главное, что она должна не отдаляться от потребителей. В Алмазный край с отчетом о проделанной работе в 2017 году прибыло правительство Якутии. 6 февраля состоялся прием граждан по личным вопросам у председателя правительства республики Евгения Чекина, после чего во Дворце культуры Алмаз прошла встреча министров с населением города. Что интересовало мирницев, смотрите в сюжете далее. Отчет правительства перед населением занял три часа. Жители Мирного смогли задать интересующие их вопросы. Одна из главных тем – благоустройство Алмазной столицы. Сегодня на эти цели республиканские и федеральные бюджеты готовы выделять деньги по специальным программам. Принято решение, что в этом году Мирный получит 25 миллионов рублей на благоустройство общественной территории. Соответственно, все свои муниципальные деньги, софинансирование могут быть направлены, в том числе на благоустройство дворовых территорий. И эти средства должны предусматриваться еще в течение пяти лет. Поэтому эта программа будет продолжена, и на дворовой территории средства должны быть предусмотрены. А республиканский бюджет, федеральный бюджет будет поддерживать в течение пяти лет. Это уже требования федерала. Также многих интересовали проблемы здравоохранения, отсутствие круглогодичной дороги на материк и взаимоотношения с недропользователями. Жители просили правительства содействовать в трудоустройстве на объекты добывающих компаний в газовой и нефтяной сфере. Республиканские чиновники дали понять, что работа в этом направлении уже ведется путем ограничения иностранной рабочей силы. По итогам 2017 года 321 человек. Только мы разрешили республику. Если сравнивать с субъектами Дального Востока, с нами примерно по населению Одинокоморского область там 5000 иностранцев они разрешили. Хабаровский край 8000, Приморский край 20000. То есть здесь на страже вот этого рынка туда мы стоим. Год назад между Миринским районом и правительством Якутии был подписан план по реализации проектов социально-экономического развития края. Однако не все его положения были исполнены в срок. Председатель правительства пообещал это исправить. Готовясь, собственно, к сегодняшней встрече с населением, я как раз просматривал ход его исполнения. К сожалению, могу отметить, скажем, отставание, как минимум, по отдельным мероприятиям. Он будет требовать однозначно корректировки. И с учетом тех подходов, которые сейчас занимает правительство, а именно по приоритизации расходов, эту работу по приоритизации этих мероприятий, плана нужно провести совместно с органами местного управления. Эти приоритеты определить, четко поставить себе сроки исполнения и, собственно, двигаться по этому плану. Отчеты правительственной группы продолжатся в других населенных пунктах района, после чего запланировано итоговое совещание с местными органами власти. Роман Муконин, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сбросить с плеч груз не значит решить проблему. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Игорь Никифоров, говоря об обустройстве зон ИЖС многодетных семей. Сегодня в Элтумен состоялся правительственный час, где обсудили реализацию программы «Индивидуальное жилищное строительство». В частности, речь шла о подведении инфраструктуры к земельным участкам семей с тремя и более детьми. На сегодня эта проблема стоит наиболее остро в республике. В очереди на получение участка стоят порядка 21 тысячи семей. Из них уже получили земли чуть больше 8 тысяч. Однако только у полутора тысяч из них есть инфраструктура. Потребность при этом в финансовых вложениях составляет больше 7 миллиардов рублей. В этом году выделено 104 миллиона на обустройство СЖС. Средства будут в основном направлены на микрорайон Северный. Это очень компактное будет поселение. Очень активно на сегодняшний день ведется работа. В мае месяце мы уже должны подвезти до участков линию электропередач со распределением потом по участкам и продолжим эту работу. 2018 год в Федерации профсоюзов Якутии объявлен годом профсоюзной мотивации. Поводом для объявления года мотивации стал рост количества частных предприятий и, соответственно, возрастающее количество занятых в них жителей республики. Вопросы защиты трудового права работников в сфере малого и среднего предпринимательства можно решить при наличии профсоюзных организаций в таких предприятиях. Но на сегодня не все руководители понимают это и заинтересованы в исполнении социальных обязательств перед своими работниками. Этот год мы в основном будем проводить работу в год профсоюзной мотивации. В основном мы планируем в малом и среднем бизнесе, в том числе и в всех хозяйственных предприятиях, учреждениях, организациях нашей республики. Почему именно в малом и среднем бизнесе? Потому что, во-первых, там достаточно много таких нарушений трудового законодательства. В частности, если человек на постоянной работе, с ним должен быть заключен трудовой договор, трудовые отношения должны быть установлены, но большинство в своем они имеют гражданско-правовой характер. Арктический экспресс выиграл грант президента России на сумму 1 миллион рублей. Идея проекта принадлежит Дворцу детства творчества Якутска и региональной общественной организации Якутска Арктика. Он нацелен на развитие сетевых способов реализации образовательных программ через работу волонтерских групп. Подробности далее. Идейными вдохновителями и авторами данного проекта стали руководители Дворца детского творчества города Якутска. Возглавляет этот проект исполнительный директор организации Якутская Арктика. Куратором является начальник Жиганского районного управления образования. Основной целью проекта станет создание моделей сетевого взаимодействия, общего и дополнительного образования между Дворцом детского творчества и арктических улусов для решения задач устойчивого развития Заполярия. Были созданы рабочие группы, отработаны все маршруты, и мы начинаем старт. Сам проект рассчитан до конца этого года. 4 ноября предположительно мы планируем завершить его большим детским гражданским форумом. Я житель Арктики. Были созданы рабочие группы в составе педагогов и руководителей образовательных учреждений района, которым предлагалось выработать маршруты проекта «Арктический экспресс», такие как образование, природопользование, здоровье и правоведение. Наш проект называется «Лена Трипс». Переводится «Путь по реке Лена». Там, кстати, участвуют именно школьники, родители и молодежь. Именно мы охватили территорию Жиганского и Эвенкийского национального района. Внедряется как бы работа экспедиционная, исследовательская, научная. Также, конечно, и местная захватывает вот именно места малочисленных народов севера. Реализация проекта «Арктический экспресс» рассчитана до конца этого года. Чувствуется, что у данного проекта намечается большое будущее, и педагоги Жиганска станут первопроходцами в этом деле. Мария Аполонова, Жиганск. Во Владивостоке прошло первенство юниоров и чемпионат Дальнего Востока по Киокошинкай каратэдо. Нирюнгринские спортсмены привезли оттуда две золотых и одну бронзовую медали. Подробности наших корреспондентов. 14-летний воспитанник школы каратэ Владислав Олейник рассказывает, что этот вид спорта он выбрал случайно. Пошел за компанию с другом и в итоге занимается каратэ уже третий год. За это время Слава неоднократно становился призером городских и районных соревнований. В чемпионате Дальнего Востока спортсмен участвовал впервые и занял третье место. За эту победу он благодарен своему тренеру. Наш сенсей может стать моим отецом, потому что он нас постоянно тренирует и готовит ко всем соревнованиям. Следует отметить, что в последнее время увеличилось число девочек, занимающихся каратэ. 17-летняя спортсменка Дарья Хозова тренируется уже 10 лет и рада прибавлению в коллективе новых девочек. Она их мотивирует, рассказывая, как Ио Кушенкай повлиял на нее. А именно дисциплинировал и закалил не только в спорте, но и в жизни. На прошедшем чемпионате Даша заняла первое место. Мой стимул – это была мотивация тренера прежде всего. Он меня секундировал, и я понимала, что нельзя отдавать победу в финальном поединке. По итогам 2017 года в разноуровневых соревнованиях от районных до чемпионата России Восемь воспитанников тренера Георгия Казанашвили получили разряды разных степеней и звания кандидатов в мастера спорта. Я думаю, что таланта можно разглядеть даже уже с пяти лет. Как он пришел в зал, как он делает просто ОС. Это отдельное спасибо родителям, потому что они своими детьми приходят в наши залы и живут этим, и помогают. И в конце концов мы потом видим уже и кандидатов в мастера спорта, и мастеров спорта, и черных поясов. С 23 по 25 февраля в Москве состоятся международные соревнования по Киукушенка открытый Кубок Сейкина, в котором примут участие представители более 12 стран. На турнир заявлено пять спортсменов из Нерюнгри. Александра Цибикова, Аял Амосов, город Нерюнгри. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин